Как-то на днях я искал видосы про инвокера на ютубе, и что вы думаете, там я нашел кого-то китайца, он кажется там очень популярный, там вообще пианист, грубо говоря, да? И когда я увидел видосы, я заметил, у него великолепный интерфейс, и тогда я подумал, почему я снимаю видосы, при этом я не ставлю какие-то офигенные интерфейсы красивые, они же тоже влияют, согласитесь? Когда вот человек смотрит, он видит красивый интерфейс, ему гораздо приятнее смотреть. Вот именно такой интерфейс у него стоял с драконом, ну, китайцы дракон, вы сами понимаете, да? Этот выпуск я посвящаю тому, я вам расскажу, как абсолютно на халяву, без каких-либо проблем, абсолютно бесплатно поставить любой интерфейс из существующих в доте. Любой! Сразу говорю, никакой опасности в этом нету, никто вас никогда не забанит, все это чушь полнейшая. Смотрите, сейчас я вам покажу несколько вариантов интерфейса. Первый вариант, перед вами на экране. Второй вариант. Ну и третий вариант, вы видите, что этот интерфейс для сопливых. Для сопливых. Смотрите, я вам показал просто примеры интерфейсов, которые мы поставим на халяву. Теперь давайте я вам покажу, как это сделать. Ну что ж, давайте приступим. Как я уже говорил в прошлом видео, большинство ресурсов в доте находятся в упакованном виде. И так просто мы не можем получить туда доступ, достать там, изменить. Для этого нам нужна будет всего лишь одна программа. Называется GCF Escape. Ну я английский плохо знаю, но неважно. Вот, скачать ее можно по этому адресу. Адрес будет в описании видео. И скачиваем или установщик, или портебл версии архив. Но лучше скачать установщик. Все, скачиваете, устанавливаете. Так, все, смотрите, мы скачали программу. Дальше делаем следующее. Открываем Steam. Dota 2, правая кнопочка свойства. Установить параметры запуска. И добавляем эту директиву, у кого ее нет. Заметьте, чтобы убрать наши изменения, мы просто убираем ее. Все. Перезагружаем доту, все будет у нас хорошо, по старому. Чтобы изменения работали, мы просто вот пишем эту директиву. Потом, идем, короче, в папку Dota, локальные файлы, просмотреть локальные файлы. Теперь, нам нужно создать папки, как по этому пути, смотрите. Dota, ресурсы. Если у вас папки нету, создаете сами. Ресурсы, идем дальше. Flash 3, есть Flash 3. Дальше, images, images есть. Вот, этой папки у нас нету. Hood, skins, создаем. Переходим. И Default, то есть по умолчанию. Именно отсюда Dota и будет брать наш стиль интерфейса. Далее, берем и копируем наш адрес. Открываем скачанную программу. Вот она. Нажимаем открыть, указываем адрес. Теперь давайте поднимемся на пару папок назад. И попадем в папку Dota. Вот она, папка Dota, мы видим. Вот, вот они наши ресурсы. Но вот эти ресурсы открывать смысла нету вообще. Есть смысл открывать только вот этот. Вот, pack01dir, запомните. Открываем. Он открывает все другие ресурсы. Вот, мы видим, это упакованные ресурсы Dota. Теперь переходим по следующему пути. Вот он, путь указан. Видите, root, ресурсы. Сюда заходим. Потом, flash3, images. Потом, hoodskins. Вот, смотрите. Видите? Вот, это все стили интерфейса. Вот они написаны, где моя мышка. Видите? Которые мы можем использовать. Огромное количество. Вот, любой. Теперь смотрите. Здесь также есть предосмотр интерфейса. Но он есть не у всех. Ну, у 90% есть. Открываем любой стиль. Вот они. Видите? Название стилей. Стилей. Ну, вы поняли, короче. Открываем, например, альянс. Да? И есть вот такой файл. Preview. Открываем. Вот, мы видим, как он будет выглядеть у нас потом. То есть, так мы сможем подобрать себе стиль, который мы заходим потом поставить. Вот. Вот, смотрим, смотрим. Любой из этих стилей. Не у всех, видите, есть. Но у большинства есть превьюшка. Вот стиль. Потом. Вот тоже хороший, очень хороший стиль. Guarding Angel. Очень красивый, видите, да? Офигенный стиль. Ангела. В доте это все будет выглядеть гораздо красивее, чем сейчас. Потому что, видите, здесь все сжато и так далее. Портал. О, портал, смотрите. Но мы поставим стиль, который мне очень понравился. Dragon. Так, ищем, ищем. Dragon, Dragon, Dragon. Я вам покажу на примере дракона. Так, D, D, D. Dragon Scale. Вот он. Все. Делаем превьюшку. Нашли интерфейс, который нам понравился. Да? Стиль интерфейса. Делаем следующее. Смотрите. Выбираем саму папку. Например. Вот папку, да? Мы выбираем Dragon. И отсюда просто берем и переносим в эту папку, которую мы создавали. У нас будет такой путь. Dota, ресурсы, Flash 3, Images, HoodSkins, Default. Все. Все. Мы скопировали. Мы сделали самое главное. Теперь, чтобы менялись у вас стили интерфейса, если вы, например, захотите другой стиль. Просто это удаляем, да? И все. И копируем заново потом. Новый стиль. Удалили. Другой стиль скопировали. Удалили. Третий стиль. Теперь мы запускаем Dota. Окей. Запускаем Dota. Переходим в локальное лобби. Но. Сначала давайте я вам напомню. Смотрите. Магазин. А снаряжение. Если у вас здесь будет стоять другой стиль интерфейса, будет работать он. Если мы уберем, и здесь будет пусто, будет работать стиль, которую мы с вами сейчас поставили сами. То есть, по умолчанию. Это очень важно. Переходим играть. Локальное лобби. Создать. Занять место. Начинаем игру. Кстати, загрузочный экран, он тоже на халяву. Я недавно делал видео про загрузочный экран, но там видео вышло не очень хорошее, поэтому я переделаю. Оно будет гораздо качественнее и лучше. Там будут великолепные загрузочные экраны. Ждите. Ну, уже, в принципе, было видно. Давайте поиграем за будущего героя. Босса на лобблэйд. Поиграем за Пит Лорда. Ну, вот, смотри какая красота. Вы посмотрите на это просто. Вот с таким, как можно с таким стилем играть и не побеждать? С таким стилем только потеть, потеть и потеть. Ждите этот стиль во всех моих видео. Пока мне не надоест. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok